Девушки отдыхают Хороший вопрос Если честно, то чай Обычно я повсеместно хлестаю зеленый Но здесь я основательно прикладываюсь к местному, турецкому По крайней мере через раз И? Должен вам сказать, он неплох Он мне определенно заходит Особенно, если в него не подмешивать сладенького Я вообще, знаете, стараюсь поменьше Подслащивать свою и так сладкую жизнь Благодарен всем, кто не лезет с вопросами Да уж Да, определенно эта нация любит поддать чайку И даже больше, чем мы думаем И я знаю, что турецкому сообществу нравится Когда приезжающим людям нравится то, как они оказывают им услуги В общем, давайте-ка мы лучше перейдем к вопросам по эфириуму Виталик, переходя к вопросу о пользовательском опыте Являющемся очередным барьером для новых пользователей на пути в крипто Которые видят либо интерфейс сложным Или зачастую просто не понимают, куда откнуть Скажи мне, ты с этим вообще что-то делаешь? Да, я вообще думаю, что есть разный подход к тому, как видеть проблемы пользователей Первый, о котором я думаю день и ночь И который называю пользовательским опытом по безопасности Ну то есть это не либо безопасно, а либо в удовольствии А повышение удовольствия довольно безопасным способом Но вы знаете Чтобы юзер через год не проснулся, а у него портфель на полшестого В общем, это большая часть нашей работы Абстрагирование учетных записей И есть компании, создающие восхитительные кошельки Используя ИИ, например, такие Которые используют модуль TPM ваших мобильных телефонов Для того, чтобы брать и сохранять ключи в нем По сути, опираясь на этот хоть более ограниченный, но более безопасный элемент Так что ваш инструментарий остается под слоем защиты Даже если по нему хорошенько прошелся хакер А еще есть Такое, как почта Zero Knowledge Которая, по сути, становится пользовательским адресом Что для обывателя более знакомо И для тех, кто не в теме крипто Это становится хранителем для восстановления ключей, если их потеряют И, конечно же, на уровне самого приложения Ведь это такая дыра, в том числе и по безопасности Когда кто-то, например, вам высылает ссылочку «Хей, на-ка тебе аэродропа» И ты уже радостно бежишь подписывать что-то в метамаске А перед тем, как вы нажмете на кнопку Откуда вы знаете, реальный ли это аэродроп Или сейчас все ваши деньги испарятся? И для большинства пользователей все это очень сложно Так что я думаю, такая возможность является большой возможностью для кошельков В значительной степени пытаться принципиально улучшить данную ситуацию И помогать пользователям понять то, куда они собираются нажать Что, соответственно, потребует от кошельков стать в гораздо большей степени осведомленными А не просто лишь быть статичным инструментом, показывающим лишь себя И говорящим «Вот смотри, это я, и делай со мной все, что хочешь» После чего будет что будет, а весь возможный последующий геморрой Будете расхлебывать сами И такой подход, скорее всего, потребует дополнительные ресурсы Появятся выделенные команды, которые будут работать с кошельками В направлении улучшения И качества безопасности На мой взгляд, это супер важный момент, над которым кошелькам придется работать Потрясающе, Виталик Еще у меня есть вопрос о том, каков месседж у эфириума Является ли он программируемыми деньгами, может быть, надежными деньгами Может быть, это мировой компьютер с предназначенным для общего использования блокчейном Может, все вместе Ведь новичкам довольно сложно понять, в чем именно суть То есть, понять, что это По сравнению с биткоином, который за собой закрепил понятие цифрового золота И на фоне этого позиционирование эфира является размытым Как, на твой взгляд, позиционирование и месседж эфира можно улучшить? Я сейчас расскажу очень длинные истории о том, что эфириум — это платформа, которая позволяет распространяться плюрализму, свободам и самым разнообразным направлениям, которые вы только можете себе представить А главное — отсутствие в такой высокой степени истории о доминации Но если взять выжимку из всего того, что я скажу в последующие 7 минут, то суть будет примерно такова Эфириум — это прежде всего то, чем не является биткоин Да, у биткоина есть сеть Lightning, у которой сейчас реальной конкуренции нет Зато у эфириума есть множество проектов, которые сейчас активно развиваются Такие как Optimism, Zero Knowledge, Off-Chain Данные, Validium, Plasma Да, у нас есть проблема фрагментации, но это плата за свободой, которой выбирают данные проекты И мы не можем им навязать определенные стандарты, которым они должны соответствовать жестко и незыблемо Это одни из вопросов нашей повестки, которыми занимаются в том числе и наши разработчики Ведь в процессе эволюции, в том числе и эфириума, стандартизация неизбежна Как и во что это выльется в дальнейшем, сейчас я сказать не могу Но история развития эфириума показывает, что даже самые сложные проекты, такие как Ирхот на консенсус алгоритм Proof of Stake, осуществляются с должным подходом и необходимым вниманием Так что да, в целом, я думаю, по-прежнему я придерживаюсь такой позиции Мы находимся в состоянии, пока еще довольно рано требовать какой-то одной общей истории для всего этого Поэтому корректным ответом на ваш вопрос будет то, что у эфириума остается довольно много пространства для всего этого одновременно, то и делает его интересным Великолепно! Виталик, большое спасибо за твой ответ, и хоть мы немного вышли за пределы нашего времени Большое спасибо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!